Добрый день, уважаемые жители автономии! На канале ГРТ программа «Диалог в студии» и для вас работаем мы, Валентина Чубан и мой коллега-звукооператор Павел Арнаут. О тарифах на природный газ, о поставщиках и условиях контрактов, об историческом долге за голубое топливо будем говорить сегодня. Глава Молдова ГАЗ Вадим Чубан сегодня в студии радио ГАГАУЗИ. Вадим Петрович, здравствуйте! Здравствуйте! Обозначила главные темы, но если останется время, обязательно поговорим и о ГАГАУЗИ, потому как имеете прямое отношение к нашему региону и, думаю, будете не против поговорить о ситуации у нас здесь в автономии. 2.49.60 номер студии. Работаем мы, как я уже сказала, в прямом эфире. Адрес нашей электронной почты ГГУС радиуса собачка-майл.ру. Пишите, звоните, но общаться с вами, наши уважаемые зрители и слушатели, мы будем готовы в 14.30. А пока мои вопросы. Вадим Петрович, у двух источников сегодня Молдова ГАЗ. Молдова покупает голубое топливо, это Газпром и Энергоком, если я не ошибаюсь. Как отличается цена на газ в зависимости от поставщика? Есть ли такое отличие сегодня? Да, сегодня на этом периоде времени, можно сказать, даже впервые за всю историю существования Молдова ГАЗ, мы покупаем природный газ у двух источников. Сегодня примерно 176 миллионов кубов в месяц, это 5,7 миллионов кубов мы покупаем у Газпрома. Весь этот объем газа поставляется непосредственно нашему предприятию Тираспольтрансгаз в Приднестровье, для того чтобы, в том числе для нужд по генерации производства электроэнергии, которая поставляется как на левый берег, так и на правый берег. В принципе, сегодня обеспечивается энергобезопасность страны за счет вот этих объемов. И разницу то, что касается поставок на правый берег Днестра, нашим поставщикам на правом берегу, то примерно 100 миллионов кубов мы закупаем у Энергокома. Энергоком поставляет природный газ уже два месяца, третий месяц февраль. Уже третий месяц покупаем газ у Энергокома. Если говорить о цене, то у Газпрома цена около 1100 долларов, примерно чуть дешевле у Энергокома. В принципе, Энергоком покупает газ на биржах, в основном покупал раньше, но сейчас в том числе используется, по нашей информации, газ, который был заранее складирован, транспортирован в Украину, подземные хранилища газа, и мы сейчас используем вот этот резерв, который ранее был закуплен Энергокомом. Насколько может хватить этого резерва? Ну, информация публично раньше, если сообщалось, сейчас этой информации в общем свободном доступе нет, но по тем данным, которые у нас есть, в принципе, мы должны перезимовать и войти в уже весенний-летний период, полностью, скажем, ну, гарантированными с точки зрения безопасности поставок. Спасибо. Был период, когда правительство Молдовы в буквальном смысле было озадачено поисками альтернативных поставщиков голубого топлива в Молдову. Есть ли какая-либо конкретика в этом вопросе, и есть ли такая необходимость сегодня, учитывая то, что все-таки контракт был продлен с Казпромом на пять лет, да? Да. Здесь могу об этом рассказывать достаточно долго, но вкратце обозначу. Ну, ни одна страна в мире, даже на европейском континенте, как бы это ни звучало, как бы некоторые эксперты ни говорили, что они за либерализованный рынок, все пытаются гарантировать поставки за счет долгосрочных контрактов. И будь это СПГ, либо трубопроводный газ, ну, когда говорим о СПГ, это сжиженный природный газ, который транспортируется танкерами, потом уже непосредственно в портах приемки делается регазификация, и этот газ поставляется в магистральные газопроводы, в транспортную сеть, и доходит до потребителей. Сейчас везде в мире и страны Европейского Союза, в основном потребители – это Европейский Союз, если так бывает по всему миру, либо Юго-Восточная Азия, Китай и так далее. Все пытаются договориться на конкретных стабильных условиях на долгий период. Это выгодно как производителям природного газа, так и потребителям. Это стабильность и в объемах, и в цене? В объемах, и в цене – это стабильность для того, чтобы делать инвестиции в новые скважины, для того, чтобы производить природный газ. Это инвестиции в газотранспортную инфраструктуру, в терминалы новые СПГ и так далее. Поэтому важно все стремятся к долгосрочным контрактам. Как бы кто ни говорил, краткосрочные районы природного газа – это объемы на короткий срок. Да, был такой период, это период конкретного, могу сказать, октября 2021 года, когда газа, в принципе, не хватало, не было таких объемов, чтобы закупить сразу и в необходимом объеме покрыть полностью дефицит, который образовывался тогда. И 2022 год он, в принципе, показал на примере конкретного Энергокома. Вот Энергоком закупал газ и для этого провел более 100 открытых торгов. Там 7 поставщиков крупных трейдеров европейских не участвовали в этих закупках со стороны продавцов. И не всегда Энергокому удавалось покупать газ в том объеме, который мы потребляем в сутки. Поэтому чем хорош «Газпром», тем, что он может обеспечить ежедневную потребность, ежемесячную потребность. Контракт с «Газпром» достаточно гибкий с точки зрения объемов. Даже если в определенные периоды газ по контракту получается дороже, чем на рынке, но обеспечивается все объемы, как на правый, так и на левый берег. Сегодня, допустим, выйти на краткосрочный рынок приводного газа, либо на биржу закупить 10 миллионов, это очень сложно. 10 миллионов кубов закупки газа, нужно еще этот газ найти по приемлемой цене. При том, что рынок неустойчивый. Неустойчивый, это раз. Но сейчас, допустим, мягкая зима, заполненные хранилища газа в Европе, есть доступный газ, но когда его не было, то это проблема энергобезопасной страны, она была очень существенной. Поэтому здесь я могу сказать, что долгосрочные контракты, в любом случае, они должны быть приоритетами для любого государства, в том числе для Республики Молдова. Без разницы, это будет Газпром, Азербайджан, Европа, СПГ какой-то. Должны быть долгосрочные контракты. Вы говорите о том, что контракт с Газпромом даже сегодня достаточно гибкий и удобный для Молдовы, это понимаю, да? При том, что объемы поставок на правый берег сокращены значительно. С октября 2022 года Приднестровье получает в 100% объеме, сколько им необходимо газа, Молдовы несколько меньше. Правильно, да, Вадим Петрович? Ну, Приднестровье тоже не получает необходимый объем, не получает только тот, который, в принципе, скажем, хватает для собственного потребления, для объектов социально-культурного назначения. Промышленность не полностью получает этот природный газ, потому что часть направляется для Молдовской ГРЭС, для того, чтобы производить электроэнергию, в том числе на правый берег. Поэтому Приднестровье, если говорить об объемах потребления, ну, если температура, сейчас более-менее ситуация, ну, температура воздуха не такая низкая, если бы было сейчас минус 10 градусов, то это бы ощутилось и на правом, и на левом берегу. Поэтому даже сегодня, по-моему, не полностью покрывает всю потребность электроэнергии. Часть для балансировки закупается именно для пиковых нагрузок. Это вечером, это утром закупается на европейском рынке. Поэтому здесь говорит о том, что полного объема Приднестрова получать нет. То, что касается гибкости, да, гарантированно получаем 5,7 миллионов кубов. И эти объемы примерно около 3 миллионов в сутки, они идут для Молдовской ГРЭС, и Молдовская ГРЭС генерирует электроэнергию. Сегодня это очень важный вопрос. В случае с Энергокомом, насколько гибок этот контракт? Ну, с Энергокомом контракт подписан на условиях так называемого стандартного контракта EFED. Это стандарт Европейской Федерации Энерготрейдеров. И мы на каждый месяц подписываем индивидуальный договор на конкретный объем. То есть это стандартизированный договор, ничем не отличающийся от тех, которые действуют на рынке проводного газа между различными поставщиками. Молдова является субъектом международного права, и газ, естественно, попадает в Молдову. После идет уже перераспределение, согласно вот этому договору, для Приднестровья часть больше, меньше для Молдовы. Но все мы знаем, что тарифы на газ абсолютно разные, крайне разные для двух берегов Днестра. Скажите, как компенсируется после эта разница? Как происходит расчет с Газпромом? Молдова-газ, как это производит? Могу сказать первое, что тот газ, который мы поставляем, тот объем газа, который мы поставляем в Приднестровье, терраспределетрансгазу, молдавские потребители, то есть с правого берега, не оплачивают ни одного лея, ни одной бануцы за тот газ, который мы поставили в Приднестровье. За него отвечает, финансово отвечает только терраспределетрансгаз. То есть обязательство по оплате этого природного газа лежит на терраспределетрансгаз. Факт того, что они не оплачивают, это не означает, что они не должны. Поэтому этот вопрос касается достаточно уже длительного периода переговоров. Но сегодня мы вынуждены с точки зрения энергобезопасности страны поставлять этот природный газ в терраспределетрансгазу. Далее они поставляют этот объем, этот молдавский ГРЭС, для того, чтобы на правом берегу в том числе была электроэнергия, был свет в домах жителей. Что они обеспечивают за счет газа. Сегодня они обеспечивают за счет этого объема. Поверьте мне, если бы этого газа не было, то у нас были бы очень серьезные проблемы в частности электроснабжения. Спасибо. Котировки, расходы на транспортировку газа и еще много-много других критериев, они все влияют на итоговую цену, которую мы платим, как конечные потребители, за газ. И есть специальная формула. Насколько она удачна, на Ваш взгляд, Вадим Петрович? И что бы Вы, возможно, поменяли в ней? Если у Вас есть какая-то критика в адрес этой формулы. Ну, разные есть способы. Была очень большая критика в части этой формулы и так далее. Но у нас есть опыт соседних стран. Вот я могу конкретно привести пример 2010-2014 годов, когда соседняя Украина подписала договор по поставке уродного газа по фиксированной цене, 450 долларов. Цена на рынке, исходя из формулы, которая была у нас, вот в Республике Молдова, именно Молдова, газ и Газпром, цена была в два раза дешевле. И в Украине были постоянные дискуссии, критика, почему подписали по фиксированной цене. Сегодня мы по формуле практически покупаем газ по рынку. Потому что есть там два компонента. Первый компонент – это, скажем, привязка к корзине нефтепродуктов. Второй компонент – это привязка к целевым биржевым индикаторам. Допустим, в Европе это самая ликвидная площадка – это голландская биржа. Ну, скажете, при чем здесь мы и голландская биржа? Можно было пойти по фиксированной цене. Ну, поверьте мне, когда на рынке, на бирже цена газа стоит 1000 долларов и просить, скажем, для наших потребителей более выгодную цену, при этом имея долги в размере 709 миллионов долларов, с коммерческой точки зрения здесь, я думаю, что вопрос даже не обсуждается. Никто бы нам таких условий не дал. Поэтому нам удалось, по крайней мере, для зимнего периода времени, для отопительного сезона, тот период времени, если вспомним 22-й год и 21-й год, и ноябрь, и декабрь, и декабрь, и январь, и декабрь – они самые такие холодные месяцы с точки зрения объема потребления, то тогда формула работала таким образом, что у нас цена была 450 долларов, а на бирже больше 1000. Сейчас, да, немного формула, скажем так, не закупки у «Газпрома», она выше, но при этом у нас есть объем, который мы можем использовать, в том числе для того, чтобы Тираспортрансгаз генерировал, ну, генерировал, поставлял газ в Молдавской ГРЭС, и за счет этого, в принципе, и сколько получала электроэнергию. Я считаю, что привязка к нефтяной корзине и к биржевым котировкам – это, ну, мировая практика, примерно уже все, особенно все последние контракты, которые подписываются, мы тоже анализируем на рынке, какие контракты есть, они, в принципе, подписываются с такой вот привязкой. Можно полностью отойти к на биржу. То есть вот сейчас я вижу очень много деклараций о том, что на бирже 600 долларов, почему мы покупаем за 1000, ну, 600 долларов – это на бирже. А если мы еще приведем, добавим к этой цене затрат на транспортировку, о том, о чем вы говорили, то цена будет где-то 800-900 долларов. В нашей цене в конечном тарифе есть такая составляющая, как тарифное отклонение. Что это означает? Вот это так называемый тарифный дефицит, когда мы поставляли природный газ потребителям в прошлом периоде по цене ниже, чем его закупали. То есть если у нас, допустим, цена была в тарифе 600 долларов, 600 долларов – закупочная цена для расчета тарифов, то мы покупали бы 1000. То есть вот примерно 400 долларов – вот эта разница, мы должны ее компенсировать за счет тарифа, так как мы не поставили в предыдущих периодах более дорож. Вот это вся основная задача, почему такой высокий тариф в Молдове. Только из-за того, что я не говорю сейчас, кто сейчас виноват, я говорю о том, что регулирование, тариф на регулирование должно было соответствовать тому контракту и той формуле, которая у нас была в контракте. Либо, скажем, индексировать по бирже, чего не было сделано. Поэтому здесь очень важно понимать, если мы говорим о долгосрочных контрактах, то долгосрочный контракт должен быть с привязкой либо к нефтепродуктам. Те виды топлива, которые, скажем, замещают природный газ – это мазут, либо это дизельное топливо, типичное топливо, мазут, либо другие, то, что используется в мировой практике. Либо просто индексировать на биржу, то есть с учетом расходов на транспорт. Какой вариант лучше? Здесь, я думаю, что зависит от переговоров, которые могут быть проведены между поставщиками, с производителями, поставщиками и потребителями природного газа. Если есть объемы, которые, допустим, можно закупить в Азербайджане, по Азербайджане, допустим, то, о чем говорило и правительство, то это нормальный подход. Если есть варианты, допустим, закупки жирного природного газа, допустим, в портах Греции, Турции, либо Хорватии, если мы говорим о Южном коридоре, либо это может быть Польша, ну, там транспортное пещо дороже, то это привязка полностью к биржевым ценам. То есть идет ТТФ, это голландская биржа, плюс какая-то маржа трейдера, и плюс транспортные расходы до границы. Поэтому здесь очень важно понимать, в каком контексте у кого покупаем. Важно с точки зрения потребителя покупать газ на основании долгосрочных договоров, будь это Газпром, либо Азербайджан, либо другие поставщики. Но сейчас эта формула применяется и в случае закупок газа у Газпрома, и в случае закупок у Энергокома. В случае закупок у Энергокома мы получаем цену, которую считает комиссия по очень всяким ситуациям. Услови иные, значит. Это закупка только по тем ценам, по которым закупал Энергоком у трейдеров. Эта цена полностью привязана к биржевым. Сегодня насколько стабильна цена на газ на рынке? Котировки и ТТФ, они снизились в январе месяце. Я вычитала во время подготовки программы, и, соответственно, цена на газ в феврале ниже, уже нежели в январе. Это было 1235, теперь 1050 долларов. Это снижение цены на рынке ощутит конечный потребитель, Вадим Петрович? Ну, если говорить о нашем тарифе, то я не думаю, что в феврале будет какое-то снижение, только исходя из методологии. Если будет другое решение на РЭЭ, то это значит, что на РЭЭ может принять такое решение. Предпосылок таких нет. Еще раз говорю, из-за того, что в предыдущем периоде, в 2022 году, мы продавали природный газ, Молдава газ, продавала природный газ потребителям по более низкой цене, чем его закупала, мы накопили тарифное отклонение. Это вот негативный тариф. Теперь необходимо возмещать. Его нужно возмещать. Его возмещать можно двумя пути. Либо его субсидирует государство, что я не думаю, в этом случае возможно, либо за это должен платить потребитель. Других вариантов нет. Газпром продолжает оставаться основным и главным поставщиком газа в Молдову, я так понимаю. И с момента, как цена на газ стала стремительно расти, а в 2022 году это происходило несколько раз, и цена стала выше в 7 раз. И во всяком случае, вот в тот период у нас здесь, в Гагаусе, было очень много мнений относительно того, что глава государства Майя Санду обязана поехать в Москву для того, чтобы урегулировать эту ситуацию. И цена однозначно, как надеялись жители автономии, была бы лучше. Вы как относились тогда или сейчас к этому мнению Гаговского общества, Владимир Петрович? Повлияло ли, повлияло бы это на цену на газ? Я могу только судить, исходя из своего мандата с коммерческой точки зрения. На этот вопрос я ответил частично. И могу сказать, что в условиях, когда у нас есть долг, и в условиях, когда мы, скажем так, являемся неплодействием способом. Я говорю про Молдова ГАЗ. Даже принимая во внимание, что Газпром основной наш акционер, понимаете, есть определенный стандарт работы в этих условиях. То есть я сейчас не говорю про политику, хотя про нее тоже сейчас скажу. Есть определенные базовые принципы, по которым работает в том числе Газпром. Если раньше Газпром работал, допустим, ценообразование или формула ценообразования была с привязкой 100% к корзине нефтепродуктов, если вспомните, я напомню просто нашим зрителям, что с начала внедрения нового европейского законодательства в области природного газа, с 2010 года начали сформироваться ликвидные площадки, либо биржи по торговле газом. Значит, европейские потребители, они с долгосрочных договоров они перешли на краткосрочные договоры и закупали на бирже. Плюс к этому большой объем жиженного природного газа из США, Катара, либо других стран, он хлынул в Европу. Эти объемы были строго индексированы к котировкам на биржах. Поэтому и Газпром в своем портфеле имеет очень важную компоненту, это так называемая базовая цена. Базовая цена состоит из средней по портфелю контрактов продажи природного газа Газпромом в страны с датальными зарубежья. И в основном эти все контракты, они уже привязаны к биржевым ценам. В нашем случае, в 2007 году, когда подписали договор о поставке природного газа, вот эта так называемая панель, базовая цена, она индексировалась на котировки нефтепродуктов. То, чем можно заменить газ, это дизель, либо это мазут. В этом случае, в этом случае, наша цена была ниже биржевых котировок. Но и портфель Газпрома изменился. Когда мы проводили переговоры, нам сказали, что у нас, и это можно найти эту информацию в открытом доступе, у нас сейчас 83%, даже в том времени уже было больше, было 87% портфеля Газпрома, экспорта Газпрома в Европу, уже были все контракты привязаны в какой-либо форме к биржевым котировкам. И только 13% контрактов оставались по долгосрочной формуле или формуле по долгосрочным контрактам, нефтяная привязка. Поэтому, когда я слышу, говорят о том, что уже там Европа, там Европе Германия платит по 300 долларов. Ну, у меня один вопрос, как Германия платит по 300 долларов, когда у них компании, крупные компании, у них финансовый дефицит, потому что они вынуждены покупать газ по более высокой цене. Ну, сравниваем мы и бытовые потребители тоже, сравниваем цену на газ в разных странах. Потому что там субсидируются, потому что там есть портфель СПГ, потому что там ценообразование, оно, скажем, индексируется либо на по бирже, либо идут конкретные субсидии для конечных потребителей. Плюс есть собственное производство. Ведь Германия не покупает газ только у Газпрома, они покупают у Норвегии, они покупают у США, они покупают у других стран. Поэтому здесь, думаю, что сравнения, они как бы неуместны. Тем более, нужно принимать во внимание еще один важный момент. Цена газа на промышленных предприятиях, она достаточно высокая в Европе. И, допустим, в той же Италии, в той же других странах это разные есть системы ценообразования, модели. То, что касается политики, ну, допустим, я здесь ничего плохого не видел, поэтому у нас в рамках нашей делегации еще в 21-м году участвовал первый цепремер, и правительство тоже принимало участие как основной акционер. Ну, не вижу в этом ничего плохого. Можно было, в принципе, организовать такой вот этап переговоров. Но, к сожалению, некоторые вещи, обстоятельства, которые появились в 22-м году, в том числе война в Украине, наверное, повлияла на эту ситуацию. И с этой точки зрения, думаю, что нам тоже трудно, потому что диалога как такового между акционерами нет. То есть есть, но очень, скажем, неконструктивные в последнее время. То есть, небольшую долю вот этой ситуации вы связываете с политикой? Вы видели декларацию со стороны официальных властей Российской Федерации, что вопросы по газу, ценообразованию, по долгам, это вопросы коммерческого характера, должны быть решаться соответственно. Мне вот коллега подсказывает, что о Сербии и Венгрии все-таки удалось договориться с «Газпромом» по цене. И как бы вот в сравнении с Молдовой все-таки жители связывают, и так понимаю, что эту ситуацию с политикой больше, нежели вы, Вадим Петрович. Ну, я могу сказать по цифрам. Ну, допустим, в Сербии есть очень существенная… Во-первых, два… Сербия и Венгрия – это два, скажем, две разные нестандартные ситуации, скажем так. Почему? Первое – это присутствие достаточно большого российского капитала в нефтегазовом секторе Сербии, в том числе «Газпром» нефть, допустим. И второе – это, скажем, с Венгрией связаны вопросы сотрудничества в энергосекторе, плюс Венгрия является страной-транзитером природного газа по турецкому потоку для Австрии. Значит, все индивидуально, короче? Все индивидуально и подходит индивидуально, но в Венгрии не такие. Там есть определенный объем, который субсидируется, и есть определенный объем, который потребитель платит по одной цене, а выше этого объема в год они платят совсем по другой. Поэтому там цену тоже. Вадим Петрович, я уверена, что вы следите за ситуацией у нас в регионе. Митинги были, подписи собирали жители Гагаузии при поддержке общественных деятелей, чтобы обратиться к российской стороне. Более того, депутаты заявляли о том, что намерены поехать в Россию, чтобы договориться о цене за газ для Гагаузии. Вы, зная ситуацию изнутри, полагали, что это как-то изменит ситуацию? Были ли шансы у гагаузских депутатов, у гагаузского народа на то, чтобы все-таки сделать цену для Гагаузии ниже? Здесь опять же нужно понимать политическую составляющую вопроса и техническую, коммерческую, давайте так. С 2016 года закон Республики Молдова о природном газе говорит о том, что рынок природного газа полностью свободный, он либерализован. То есть никто сегодня не запрещает любой из компаний из Гагаузии получить лицензию, открыть свой офис и начать закупать газ в любых из источников. То есть и технически, и юридически это возможно? Сегодня технически, и коммерчески, и юридически это возможно. Реализуемо ли это на практике, это другой вопрос, потому что нужно достаточно провести большую работу. Я пока в этой плоскости никаких конкретных предложений не слышал, я только слышал, как и все мы, которые следят за средствами массовой информации, за различного рода декларациями, в том числе мы за этим следим, я увидел только политические декларации. Конкретику никто ни с кем не обсуждал. Я думаю, что в этой ситуации должен быть больше какой-то конструктивизм, чем просто пустые политические декларации. За этой конкретикой наши гагузские политики к вам обрешались лично? Нет. Нет? Нет. 14.31 на наших студийных, мы готовы общаться с нашими слушателями и телезрителями. Есть первый звонок в студию, наденьте наушники. Вадим Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Кангас, Кирилл Кириллович, Сататовец такой, уважаемая Валентина, уважаемый господин Чапан. Слушаем вас. Вы были 4 года заместителем Машкана, существенных изменений не было, за одним можете хвалиться обнищением автономии. Вы уже достаточно лет работаете директором МОЛГАЗа, то же самое происходит. Почему не строите газохранилищу на территории республики и планируете ли или вас и остальных руководителей проще ходить с притянутой рукой вокруг все виновные, кроме руководителей? Спасибо, если можете ответить. Благодарим вас, Кирилл Кириллович. Пожалуйста. Кирилл Кириллович, интересный вопрос. Я перейду конкретно к вопросу. Ну, в части ответственности, конечно, никто от ответственности не уходит. Есть конкретные вопросы, готов на них ответить. Я лично никогда от ответственности не уходил и за все свои поступки и дела готов ответить. Ну, говорить о том, что никто не анализирует возможность строительства подземных хранилищих газов в Молдове, это не совсем правильно. Этот вопрос анализировался не только в наш период, это и сейчас анализируется. Это были изыскания еще в 2009 году. Просто стоимость благоустройства, строительства и благоустройства толкового хранилища на территории Республики Молдова стоит примерно 500 миллионов долларов, из которых сегодня можно закачать теоретически для технических нужд 250 миллионов кубов, это основная подушка, и коммерческий газ где-то 250 миллионов кубов. То есть кроме денег на строительство, нужно еще денег на определенную подушку газовую, так называемую, технологическую. И плюс товарный газ. Это примерно 25% может обеспечить нашего потребления в холодный период, либо в сезон, либо в год. У меня вопрос очень простой. Когда есть возможность хранить природный газ в Румынии, либо в Украине, это достаточно дешевле. То, что сегодня происходит. И мы это делали в 2020 году, мы тогда закачивали в Украину именно для того, чтобы использовать этот газ в марте-апреле 2021 года. И мы это сделали. Намного дешевле и для потребителей будет, и для страны использовать именно сегодня, на данном момент времени, подземные хранящие газа в соседних странах. Тем более, у нас есть 4 точки межсистемных соединений, откуда мы можем получать газ. И на севере, и на востоке, и на западе, и на юге. То есть мы можем сегодня получать газ в любом количестве. Примерно до 14 миллионов кубов в сутки. Это обеспечит полностью потребление даже пиковых нагрузок для всей страны по трансбалканскому коридору. И Сакча, Орловка, Вулкане, что дали на Каушаны, это в принципе означает потребление, то есть поставка всей стране. Если говорить о строительстве конкретных и благоустройствах подземных хранящих газа, это можно сделать, но это займет 3-5 лет. Это будет стоить 500 миллионов долларов. Это без товарного газа, без технологического газа. Плюс нужно будет тогда еще по изысканиям 2009 года нужно будет пробурить примерно тысячу скважин. Тысячу на юге. Потому что это возможно сделать только в Кантемирском районе, в том числе Гагузии, это Алуат, это Казаклея, это Викторовка, Кантемир. Вот это зона в основном. Потому что там, с точки зрения изыскания, эта зона позволяет даже еще с советских времен туда закачивать газ. Потому что нужно специальные, натуральные, либо это, скажем, бывшие соляные шахты, либо твердая порода должна быть. Вот эта зона, она как бы благоприятна для этих целей. Выгодно ли это нам сейчас? Ну, я думаю, что министерство должно ответить на этот вопрос. По-моему, сейчас этот вопрос активно обсуждается. Сколько сегодня Молдова тратит денег на то, чтобы хранить газ в той же Украине? Допустим, вот вы говорите, технологический товарный газ в общей сумме 500 миллионов, да? Кубов, и необходимо 500 миллионов долларов на строительство. Да. В хранилище для такого объема газа. Да. Вот для хранения такого же объема газа за границей, в их хранилищах, сколько Молдова тратит в год? Ну, я не могу сказать. Я примерно знаю, какие тарифы у Картрансгаза. Это примерно от 1,5 до 2 долларов на тысячу кубов. Можно сейчас это посчитать. Исходя из того, что хранится там 300 миллионов. После эфира почитаю, сейчас точно нет. Но это не такие большие затраты для хранения в Украине. Спасибо. Очередной звонок, принимаем в студию. Здравствуйте. Добрый день, Владимир Ветрович, я вас слушаю, вашу передачу. Мне очень интересно, но я более-менее раздряю все, потому что вы столько цифровно говорили, что нашему простому слушателю, наверное, будет сложно его... Программа будет в повторе, Иван Николаевич, успеете посчитать. Я хочу задать вам такого. Просто я сейчас вижу, что с этим газом, как шулер, играет туда-сюда, непонятно ли для народа. Вчера выступал у нас на вашем месте, тоже по ГАТО, выступал Вячеслав Иолица. И он говорил, что мы сейчас заплачиваем то, что мы не доплачивали за газ. С другой стороны, мы говорим, что мы заплатили, что уже остались в Украине на хранение. Непонятно, что с этим газом. Есть у нас гарантия, что тот газ, который сегодня находится в Украине, не попадет случайно туда, бомба запланированная, и наши деньги улетят. Кто сохранит в войне газ? Я лично, я человек, вот такой вот, такого вклада у вас, что наш газ должен быть здесь. И мы должны платить столько, сколько мы потребляем. Этот газ, который сегодня в украинских родилищах, ненадежный. Как он на этот футбенец издорвется? Куда уйдет наши деньги? Благодарю вас, Иван Николаевич. Ну вот, я понимаю, обеспокоен нас наших потребителей, наших жителей, в том числе, в части безопасности хранения. Да, такой риск есть, если мы говорим о подземно хранилищах газа в Украине. Но с точки зрения коммерческой и технической составляющей, здесь вопросов нет, так как Украина является, ну, скажем, членом энергетического сообщества, и они выполняют все европейское законодательство. То есть вопрос в части удержания этого газа в Украине каким-то административным методом не стоит. Если, скажем, вопрос по каким-то атакам, ну, сегодня Газпром транспортирует природный газ в Европу по газотранспортным маршрутам и магистралям Украины. Подземные хранилища газа имеют очень большую транзитную роль, играют сегодня. Поэтому риск говорит о том, что туда попадет какая-то бомба. Да, такой риск есть, но кому это будет выгодно, я не знаю. Если говорим об альтернативе, то никто не мешает сегодня хранить природный газ, и это сегодня этим пользуется Энергоком, часть природного газа хранится в Румынии. Поэтому румынские подземные хранилища газа, они тоже доступны. В Болгарии тоже есть хранилища газа, есть хранилища газа в Турции. Поэтому, еще раз говорю, здесь вопрос экономики и инвестиций. Выгодно ли нам сегодня тратить 500 миллионов для благоустроительства, строительства, благоустроительства этих хранилища газа? И, скажем так, пробурить тысячу скважин на юге страны как альтернатива. Либо можно использовать альтернативные хранилища, которые из другой страны, за которые, в принципе, за хранение платятся средства, они такие большие, и в любой момент можно будет перекачать по нашим газопроводам этот объем. Поэтому здесь я не вижу, с точки зрения технологии, техники, никаких препятствий. А так, конечно, вчера большая трагедия случилась в Турции. Там тоже сейчас вопрос стоит, стоит ли дальше, скажем, использовать турецкий маршрут, Танап и так далее, имея такую сейсмологическую зону. То же самое вопрос возникает по атомной электростанции Вакуиум, которая сейчас активно строится. Потому что здесь эти вопросы, они будут подниматься всегда. Но я считаю, что здесь нужно очень хладнокровно и на цифрах конкретно анализировать и считать, что выгодно для страны. Вадим Петрович, хочу вернуться к теме относительно тарифов. До начала отопительного сезона, когда Нарай в очередной раз рассматривала тарифы, вы предлагали два варианта тарифов – летний и зимний. И вы объясняли, что этот вариант исключил бы большие финансовые отклонения. И я так полагаю, что свое мнение, основанное на конкретных расчетах, вы не изменили. Намерены ли вы предлагать этот вариант тарифов Нарай в очередной раз, когда они снова будут рассматривать тарифы на природный газ? Ну, сейчас я не думаю, что сейчас в этом периоде времени это будет актуально. Это было актуально в прошлом году из-за того, что были очень большие резкие скачки цен на биржах. Сейчас видим определенную стабильность даже зимой. Если уровень запаса природного газа, подземных хранищиков газа в Европе будет на высоком уровне, соответственно, меньше будут европейские трейдеры, либо страны, операторы этих стран тратить средств для закачки в летний период. Потому что с апреля по октябрь идет закачка и сезон закачки. Я не думаю, что в этом году, скорее всего, цены будут, по моему мнению, если не будет никаких шоков, то более-менее стабильными. То есть нам сейчас, задача нам нужно решать две основные задачи. Я уже буду говорить о тем, не государство, может быть, не имея таких полномочий, но либо закупать газ более дешевле на рынках и, соответственно, его поставлять. И тогда таким образом мы... Запасаться, имейте в виду, да? Ну, запасаться, либо поставлять сразу в сети потребителям. И при этом мы сможем быстрее компенсировать вот эти, вот это вот, там около 6,5 леев. Если этих 6,5 леев не было бы сейчас, тариф был бы примерно 21-22 лея. Это сегодня. А если еще цена будет меньше, то есть если примерно с 900 долларов будет 600 долларов, то это уже примерно 6 лев меньше уже. То есть это все зависит от двух факторов. Какая цена будут закупки, какой момент будут закупки и по какой цене энергоком будет поставлять Молдова ГАЗ. При этом, если будут объемы у Газпрома дешевле в апреле, в мае, в юне, в летний период, то, соответственно, мы тоже быстрее компенсируем эти финансовые отклонения. Такова методология, таков закон. Надо было раньше принимать решение о том, чтобы летом платить дороже при меньших объемах. И тогда бы у нас было бы 17-20 леев зимой. Тогда это решение не приняли. Я думаю, что это было ошибкой. Сейчас, я не знаю, останется это нашим приоритетом или нет. Зависит от объема, который будем закупать у Газпрома, либо от цены, которую будем покупать у энергокома. Вот и все. Ожидать ли все-таки понижение цены? Потому как отопительный сезон вот-вот закончится. Компенсации из бюджета страны уже не будет. И в итоге все мои конечные потребители будем платить по 30 лей. Мы не являемся... Поймите, я прекрасно понимаю критику людей и объективную критику, которую они вот... По этим вопросам я вижу, что у людей это набыляло. Никогда Молдова ГАЗ не было сторонником высоких тарифов. Поймите, что в прошлом году из миллиарда кубов поставок у нас объем поставок сократился до 800 миллионов. То есть уже 20% сокращения объема потребления. Это влияет на наши показатели, влияет на всю систему. Потому что, как бы, да, мы с одной стороны радуемся, что мы экономим, а с другой стороны у нас тариф на распределение возрастает. Потому что условные постоянные застраты на распределение и транспорт приводного газа, когда транспортируешь миллиарды, транспортируешь 800, совсем две большие разницы. Поэтому и по производству. Потому что я смотрю, как промышленные потребители сократили потребление приводного газа. Я смотрю, как они находятся уже в кризисе. И не сейчас, а уже еще с сентября месяца. Поэтому это все отражается на экономике. И мы прекрасно понимаем, что это такое. Но еще раз могу сказать одно, что мы являемся, как и все, заложниками именно вот этой ситуации, высоких цен на газ. И кризиса, который был и сейчас продолжается, Абагееву был в основном в прошлом году. В сентябре 1880 долларов мы платили. Это цена рынка. Спасибо. Около 400 потребителей были отключены от газовой сети. Я так понимаю, что это цифра за этот отопительный сезон, да, Вадим Петрович? Да. И среди них, как Вы уже не раз отмечали в Ваших интервью другим телеканалам, нет тех, кому присуждена высокая степень уязвимости. Когда перестанет действовать это правило, Вадим Петрович? После того, как закончится отопительный сезон, Вы уже будете прибегать к стандартным правилам? Есть долг, значит, отключаем? Волгога всегда шла на встречу потребителям. И в 2020 году без никаких решений, без никаких законов мы в период пандемии дали возможность нашим потребителям отсрочить платежи, особенно это касалось бизнеса, на три месяца. То есть мы никого не отключали. И перед началом отопительного сезона, скажем, люди рассчитывались. Сейчас тоже нет такой вот тенденции и нашего желания всех отключать. Тем более понимаем прекрасно, что мы находимся в таком кризисе, и плюс к этому и холодный период времени, ну, зимой. Это касается только тех потребителей, которые имеют систематически накопленные долги, и которые не входят в высокий рейтинг, ну, не рейтинг, а категории, скажем так, уязвимости по доходам. И, уверяю вас, в основном бюджетники, пенсионеры, они платят, они достаточно дисциплинированы по платежам, и сборы там составляют 99% именно по этой категории. В основном это не платежики, которые по объективным причинам не платят, либо, скажем так, уже, скажем, некоторые паразитеты. Спасибо. Более 700 миллионов долларов составила сумма долга по результатам проведенного аудита, Вадим Петрович, сумма долга перед «Газпромом». За счет чего и за сколько лет накопился этот долг, и не ляжет ли этот долг на плечи конечного потребителя? Вопрос по долгу. Ну, во-первых, мы ждем результатов того независимого аудита, который сейчас завершается. Кроме подтверждений со стороны счетной палаты, у нас есть подтверждение наших аудиторов, ежегодное подтверждение. То есть у нас есть акты, подписанные с «Газпрому», коммерческие акты, сверок. Для нас, в принципе, ситуация достаточно понятная. Правительство захотело со своей стороны провести этот аудит. Мы еще результаты этого аудита не видели, ждем. После этого будем обсуждать его, если нам его предоставят на уровне органов управления. Мы не обсуждаем на данном этапе источник, как будем погашать эту задолженность. Если говорить о периодах, то это период, основная часть, это 2011-2015 год. Это основной фактор, это недостаточное тарифное регулирование, тоже связанное с тарифами. И плюс к этому не только в газе, в секторе газа, но в части в секторе теплоснабжения и электроснабжения касательно теплоэнергетических предприятий. По, будет ли отражено этот долг и будут ли потребители его выплачивать, у нас есть несколько вариантов. В основном за счет внутренних источников компаний и зависит от того, на какой период будет этот долг реструктурирован. Есть уже соглашение об регулировании исторической задолженности. Что сказано в этом документе? Газпрома еще в 2021 году, проект у нас есть, но он пока в режиме ожидания будет обсуждаться, как только акционеры согласуют аудит. Стоит надеяться, опять же, на гибкость со стороны Газпрома? Со стороны Газпрома всегда нужно надеяться на гибкость, потому что Газпром не один раз проявлял добрую волю в отношении Молдова ГАЗ и наших потребителей. При этом, не прекращая поставки газа в Республику Молдова, даже при таком уровне долга. Вадим Петрович, более 700 миллионов – это долг исключительно правого берега, либо это в сумме и правый, и левый? Это только правый берег. На левом берегу сумма долга? Ну, там, если сейчас буду говорить, слишком большая, огромная сумма. Значительно больше, чем здесь, да? Ну да, в 10 раз больше. В 10 раз больше. Колоссально, конечно, в случае с Молдовой и еще больше в случае с Приднестровьем. Относительно тарифов был еще у меня вопрос. Производятся перерасчеты в связи с тем, что граждане Молдовы в заявках указывали данные, которые не соответствуют действительности. Вот такие случаи были выявлены в Молдове. Хочется спросить конкретно о ГГУЗе. Есть ли данные, есть ли среди наших жителей те, кто указал неверные данные, было выявлено и теперь перерасчет? Да, есть. Мне очень много потребителей пишут и в личку. Ну, в личку, когда говорю, это так сейчас модно говорить. По различным средствам связи. Вы открыты к общению? Да. И я сразу реагирую, потому что есть и по ГГУЗе очень много вопросов. Ну, связаны они больше с определением от категории вязвимости. Потому что в ноябре не было так чувствительно, потому что из-за потребления мало. А в декабре это было чувствительно, потому что потребление повысилось из-за температуры. И в январе тоже самое. Мы поэтому, скажем, работаем с министерством, корректируем базу данных и даем правильную информацию для того, чтобы... Делаем перерасчеты, обязательно в порядке делаем перерасчеты и исходим из реальной ситуации. Потому что разные ситуации. Но в основном 78% заявок потребителей связано именно с компенсациями. Спасибо. Есть еще у нас немного времени до завершения эфира, как и договаривались с вами. Поговорим о ГГУЗе. Как часто бываете у нас здесь? Имею в виду именно рабочие визиты Вадима Петровича. И сейчас завершает свою работу второй мандат команда, с которой вы работали здесь в исполкоме. Отслеживаете наверняка их работу и как оцениваете результаты? Результаты? Давайте начнем с того, что у нас сила очень большой загруженности. Не успеваю часто посетить свой родной регион. Это моя родина, здесь живут мои родители. Еще раз повторюсь, что достаточно часто общаюсь не только с потребителями, с экономическими агентами. Ну и реализуем пару проектов, как с точки зрения «Молдова ГАЗ». И у нас также есть определенные проекты, которые реализуются некоторыми инвесторами, которые работают в том числе в сфере энергетики. И я им лично тоже помогаю. В последнее время не могу приехать часто, но хотелось бы больше. Если говорить про команду, я считаю, что не могу оценивать, не думаю, что даже этично сейчас говорить, да вот какую-то оценку. Я считаю, что в 2015-2019 году очень много проектов было реализовано. Я благодарю Миниферный Влад за ту возможность, которая была предоставлена мне лично. Это период, когда вы были первым заместителем главы исполнительного генетика? Да, я считаю, что достаточно много проектов было реализовано. Ну, Гагаузия является частью Республики Молдова. Вне зависимости от статуса автономии, который я считаю, что можно еще дальше только развивать, даже в этих нынешних условиях, мы живем в Республике Молдова. В любом случае, все проблемы Гагаузии, они как бы очень схожи с проблемами Республики Молдова. Может быть, у нас больше полномочия автономии, часть реализации какой-то экономической политики, инвестиций. Но контекст такой, что война в Украине, контекст такой, что региональный энергетический кризис, мы сегодня говорим только про тарифы, про объемы, про газ, людей это очень беспокоит. Это отражается на экономическом развитии, на социально-экономическом развитии, в том числе и Гагаузии. Со своей точки зрения, я считаю, что и по возможности буду дальше помогать как своему родному селу, в Гагаузии, в реализации различных проектов. То есть, в этом плане всегда открыт для сотрудничества и с мэрами, и с исполкомом. Вот, примерно так. В этом году в Гагаузии должны пройти выборы Башкана, и здесь, в автономии, есть те, кто ожидал увидеть вас в числе кандидатов. Но буквально недавно на своей странице в социальной сети и в телеграм-канале вы сказали о том, что не намерены баллотироваться. Вы указали причину и сказали, что не хотели бы оставлять команду «Молдова-Газ» в столь сложный период. В целом, легко ли далось это решение, Вадим Петрович, вам? Ну, я достаточно ответственный человек, поэтому у меня есть определенные обязательства перед компанией, перед акционерами. Я хочу это все довести до конца, тем более этот период, он достаточно сложный. Самый сложный из периодов во всей истории существования «Молдова-Газа». И здесь очень много вопросов, которые требуют моего личного внимания и участия. Это вот основная причина, поэтому и тем более, скажем так, давайте ограничимся этим. Ну, период сложный не только для компании «Молдова-Газа», в целом для страны, как вы уже отметили, и для ГАГУЗИ тоже. И тут следует сделать жителям автономии правильный выбор, чтобы следующие четыре года оказались еще более успешными для нашего региона. Я вот хочу сказать, это очень важно. Мудрые наши жители очень умные, мудрые, понимают, тем более в регионе все друг друга знают, ничего не скроешь. Нужно оценивать конкретные программы, которые реально приведут к конкретным изменениям. То есть, я думаю, что выбор должен быть в этом направлении. Тот, который предоставит более конкретную программу социально-коммерческого развития, которая будет более реальной, приземленной, отвечать тем запросам жителей, тогда, думаю, что он будет достойным представлять ГАГУЗский народ. Вадим Петрович, вы помните, я так думаю, о нашей традиции. В завершении эфира каждый наш гость обращается к жителям автономии с какими-либо пожеланиями, просьбами, в данном случае не касающимися политики. Пожалуйста, Вадим Петрович, что бы вы хотели сказать жителям автономии? Ну, хотел бы, прежде всего, пожелать крепкого здоровья, больше оптимизма, чтобы все-таки ГАГУЗия – это регион, наш родной регион, особый регион, и не в части только политики и административного устройства. Мы всегда принимаем решения сообща. Если касается интересов ГАГУЗского народа, то в этом случае, конечно, не нужно быть эгоистами, не нужно подходить индивидуально по каждому вопросу. Я думаю, что нужно все делать сообща и быть полезным общему делу. В этом случае, конечно, нужно объединяться и решать все наши проблемы, насущные проблемы, которые существуют в регионе, сообща. Вот, я думаю, что вот этого, может быть, не хватает на данном этапе развития. Вадим Петрович, я вас благодарю за это интервью. Мне было интересно с вами беседовать, рада была видеть вас в нашей студии. Думаю, что еще увидимся. Глава «Молдова ГАЗ» Вадим Чабан стал гостем студии радио ГАГУЗия. Всех благодарим за внимание, желаем всего доброго. И отмечу, что эта программа будет размещена на сайте grt.md, а также будет в повторе телевидения сегодня вечером. Всем всего доброго, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова